здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала сегодня мы с вами рассмотрим как сделать спиннер из мебельных вот таких вот ручек всевозможных вот три таких и две таких но и здесь тоже есть у меня и гаечка 1 и подшипник ну и 4 винтика м4 но в названии вы обратили внимание спиннер из мебельных ручек или золото дурака вот это вот и есть золото дурака этот металл называется латунь если его хорошо шлифануть а потом еще отполировать на войлоке он очень похож на настоящее золото поэтому очень часто и не очень часто всегда издавна мошенники не оставляют попыток делать из него поддельные золотые украшения и продавать людям якобы там денег на билет не хватает бензин кончился масло кончилось на трассе и так далее и тому подобное кто-то болеет на лекарства но в общем-то ухищрения разные и некоторые люди в погоне за дешевыми золотыми изделиями покупает дорогие латунные изделия давайте мы этот вопрос запомним значит расскажите его своим родным и близким друзьям и знакомым чтобы у нас не было название короче говоря чтобы в семье не было золотого украшения в кавычках из золота дурака теперь перейдем к спиннеру что нам надо вот такую гаечку почему гаечку потому что она шестигранная и у нас по 120 градусов через одну три грани вот будет он примерно вот так это у нас подшипник я уже в этой гаечке отверстие просверлил вот и мы его промоем прочистим он будет работать я купил еще две вот такие мебельные ручки вот так мы их отрежем это будут боковые щечки для того чтобы держать спиннер пальцами при вращении и вот такие вот винтики я еще хоть пилю вам показывать не буду вот один я уже отпилил то есть они должны быть что держался но также чтобы вот здесь закрепить я уже вот меточки дал здесь надо будет просверлить 3 отверстия диаметром там 3 1 миллиметр и нарезать резьбу м4 давайте начнем с отверстий и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. Теперь нарежем резьбу. Хочу обратить ваше внимание, что где-то у меня видео там есть, что при нарезании резьбы используются два метчика, номер один и номер два. Вот я сразу беру второй, так как я отверстие просверлил 3,2 миллиметра. У меня резьба будет не очень правильная, немножко прослабленная, но зато я ее быстро нарежу. Здесь особой прочности в удержании не надо. Вот я уже нарежу резьбу в третьем, последнем отверстии. Теперь необходимо отпилить вот эти вот ручки. Мы можем использовать вот такую шпилечку, чтобы зажимать в тиски. За нее и было все аккуратненько. Вот тогда жмем и отпилим. Вот мы зажаем ручку, теперь надо ее отпилить. При пилении ватуни нужно помнить, что ватунь довольно такой скользкий материал. Недаром из него делают различные втулки для механизмов вращения. Три винта я уже отпилил. Давайте один отпилим под камеру. Можно, конечно, отпилить их и болгаркой. Так, теперь давайте соберем наш спиннер. Вот я вкручиваю вот сюда. Они, кстати говоря, сразу фиксируют подшипник. Возможно, его потом приклеивать и не надо. Но мы, конечно, проклеим. Вот одна готова. Вторая часть маятника, наверное, готова. Третья готова. Все, вот наш спиннер готов. Подшипник у нас не промыт. Ну, во-первых, подшипники я промывать не буду. Я уже показывал, как его промывать. Вот эти вот борчики, наверное, я сниму. Потому что они будут мешать, когда мы поставим вот эту вот заглушечку. И теперь превратим наш спиннер из мебельных ручек в спиннер из золота для дурака. Воспользуемся вот этим станочком. Вот я сюда зажал шпилечку, на которой можно ручку накручивать. Теперь вот этот буртичек мы выбираем. Я для этого воспользуюсь напильником. Здесь можем фасточку тоже немножко снять. Это я уже убрал. Теперь беру наждачную бумагу. И обхватывать деталь, которую мы шлифуем, нельзя шкуркой вот так вот. Потому что вот так нельзя обхватывать. Может намотать ее. Вот вак с нее снят. Теперь берем более мелкую наждачную бумагу. И последнюю, самую мелкую, это уже у меня шкурка номер 2000. Все осталось только отполировать на вылочном круге. Теперь обрабатываем гаечку. Буртичек. 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 Вот гаечку я тоже обточил, теперь уже ее можно полировать. Теперь обработаем вот эти вот плоские детальки. Ну вот деталь у меня ошлифована, теперь надо ее полировать при помощи вывозного круга и пасты Гоя. Давайте сравнивать что получится, вот деталь не полированная, вот она начала полироваться, видите. Вот так вот. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...